Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на кровлю, на которой мы производим монтаж гибкой черепицы зимой. Сейчас у нас в Москве минус 15 градусов. Ребята делают гидрозолюционную пленку, закрывают последний скат. Кровля у нас вальмовая. Так вот, если перевернуть камеру и показать снизу, вот так вот это выглядит. Я уже делал несколько обзоров на эту кровлю. Сейчас вот мы делаем последний скат. Закрываю гидрозолюционной пленкой Delta Max. Это диффузионная мембрана. Специальный мар... Каким-то забыл такое слово у него, заумное. Специальным слоем антиконденсатным. Сейчас мы заберемся на крышу, я вам покажу. Вот такая вот гибкая черепица у нас. Деки Дракон. Это ламинированная черепица. Недавно они ее начали производить. Водосточную систему у нас на кровлю будет Деки Люкс. Вот такой вот кронштейн. Хочу приходить вот на такие кронштейны, потому что для ребят это проще. На кровлю делается вот такая вот пластиковая штуковина. И потом к ней на болты одевается пластиковый крюк. Когда будем делать водосточную систему, я вам покажу. На схеме это выглядит вот таким вот образом. Интересное решение. Упрощает задачу монтажникам, чтобы они могли качественно делать разуклонку. То есть с таким вот вариантом разуклонку делать намного проще. Здесь вот у нас стоят подкладочные ковры. 40 квадратных метров в одном рулоне. Ширина у него метра, длина 40 метров. Деки D-Basic Comfort. Тоже прикольные ковры. У них СБС модифицированное основание. Они хорошо монтируются на морозе. Их легко сгибать. То есть такое идеальное решение для монтажа подкладочными коврами именно в зимнее время. Здесь вот у нас лежит часть инструментов под навесом. Вот такой вот пылесос. Я купил попробовать вот этой фирмы. Хочу посмотреть, как он будет пылесосить. Он не очень дорого стоит. Но в принципе для задачи, для того, чтобы сметать снег. Вот если отсюда посмотреть. То на кровле, на пленке, вот на гидрозаляционной лежит снег. И с помощью пылесоса мы этот снег сдуваем. Закарабкался я по лесам. Сейчас я вам буду показывать, что у нас тут есть. Значит, гидрозаляционная пленка Delta Max. Ребята ее раскатывают. Короче, вот эта вот пленка, она очень прочная. Вот если на ней будет лежать снег, она точно не прогнется, не порвется, не протянется, не растянется. Вот. И в зимнее время такую пленку использовать идеально. Называется она Delta Max. Ребята уже начали ее там пристреливать. Здесь вот у нас идет обрешетка шаговая. Шаг у нас по осям будет 300 миллиметров. То есть отсюда по осям, если мы говорим, да, вот от центра доски до центра доски, это 300 миллиметров у нас будет. Крепим доску на конструкционные саморезы. Два самореза у нас идет на одну доску. Ширина доски 10 сантиметров, толщина 2 сантиметра, то есть 100 на 200. Здесь у нас будет добавляться еще одна доска. И здесь у нас будет идти такой, ну вот этот кронштейн, который я вам уже показывал. Здесь у нас капельник конденсата. Еще подряд. Пленку мы приклеиваем к капельнику конденсата специальной лентой. Несмотря на то, что сейчас не носовая погода, эта лента качественно приклеивается к капельнику. Как видите, нету никаких там поднятий. Очень хорошо она приклеивается. Хотя у производителя в инструкции написано, что она идет только при плюсовых температурах. Но если феном ее прогревать, приклеивается очень качественно. Под контурейкой у нас идет специальный синий уплотнитель. Называется Delta Shaumban. Он нужен для чего? Когда мы прикручиваем контурейку к стропилене, мы дыряем гидрозолюционную пленку. И, соответственно, с использованием такого уплотнителя саморез обжимается. И у нас вот это место получается герметично. Дальше мы на эту обрешетку будем прибивать или прикручивать вот такую вот USB. Это толщина ее 12 мм. Мы ее пилим на три части. Изначальный размер вот этого листа был 2,5 мм на метр 25 мм. Мы ее пилим на три части для того, чтобы уменьшить линейное расширение листа. И в дальнейшем, чтобы у нас не было волн на гибкой черепицу. Мы делаем... Значит... Мы этот лист крепим в пять мест. Так как я уже говорил, что у нас обрешетка идет по осям. Имеет размер 300 мм. Нам сейчас необходимо использовать вот на ширину метр 25 мм. Чтобы у нас обязательно было пять досок. Три доски идут посередине. И крайние у нас это общие доски. Также не нужно потом забывать про зазор. Обязательно между листами фанеры должен быть зазор примерно 3-4 мм. Ну, от трех до пяти. Я бы сказал бы так. Сейчас вот ребята монтируют уже еще один ряд гидроизоляционной пленки. Как у нас происходит монтаж гидроизоляционной пленки? По правильному это нужно делать так. Ширина рулона гидроизоляции полтора метра. Мы ее раскатываем снизу. Сейчас леса переверну. Снизу по лесам мы ее раскатываем. Делаем первый ряд. Потом сразу делаем контррейку. Друсок 50 на 50 и шаговая обрешетка. Сделали участок. Дальше начинаем опять раскатывать еще один ряд гидроизоляции. Делаем контррейку. Делаем шаговую обрешетку. Вот сейчас пошел у нас третий ряд. Видите, нам удобно получается по этой обрешетке ходить. Вот. И сразу мы таким образом поднимаемся вверх. Потом, когда дойдем до конца, мы снизу, вернее сверху вниз будем идти, укладывать фанеру. И сразу будем раскатывать подкладочный ковер, для того, чтобы удобно было передвигаться. Вот сейчас, когда мы уже накроем полностью гидроизоляционной пленкой все крышу, из-за того, что она очень прочная и очень качественная, мы уже полностью уберем вот этот вот брезент, который у нас лежит на крыше. И будем по всему периметру кровли укладывать фанеру, раскатывать ковер. Таким образом пойдем вниз. Потом снизу уже на этот подкладочный ковер мы будем укладывать непосредственно гибкую черепицу. Саморезы у нас... Я еще хочу вам показать саморезы. Саморезы у нас вот так вот выглядят во всю длину эту подконтрейку. Имеют они размер 5 на 100. Вот. Крутим мы их шагом максимально 330 миллиметров. Вот такой вот небольшой обзор. Сейчас очень холодно, минус 15. Ну, по московским меркам, по крайней мере. Потому что я знаю, что мои знакомые кролички где-нибудь на Урале делают и при более жестких условиях, и минус 25 градусов. Недавно они в инстаграме выкладывали посты. Я видел, что минус 25 на Урале. Но у нас в Москве минус 15 тоже очень холодно. Вот. Скоро передают морозы до минус 25. Наверное, мы на несколько дней переостановим работу. Потому что в таких условиях, конечно, работать тяжело. Вот. Когда будем непосредственно монтировать гибкую черепицу, то мы будем создавать какую-то такую небольшую комнату, в которую будем включать обогреватели. Потому что в зимнее время гибкую черепицу нужно монтировать таким образом, что она хранится в каком-то теплом помещении. Потом небольшое количество этой гибкой черепицы вытаскивается на кровлю. Быстро монтируется для того, чтобы вот этот клей, который находится сзади, вот, он был хотя бы более-менее таким подготовленным. Понятное дело, что через там полчаса, наверное, она опять замерзнет. Но с помощью фенов это можно будет потом все равно прогревать. Фенов, грелок, вот. Такой вот небольшой обзор. Если есть какие-то вопросы, пишите комментарии. А так, всем удачи. Не бояйтесь, друзья. Всем пока.